МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время в Украине порядок выдачи разрешения на травматическое оружие регулируется тремя нормативно-правовыми актами. Это постановление Министерства внутренних дел Украины о порядке использования травматического оружия, постановление внутренних дел Украины для специального пользования, а также постановление внутренних дел Украины об утверждении инструкции о порядке применения, специальных средств, ношения, использования и хранения. В Украине право на ношение и получение разрешения на травматическое оружие имеют ограниченный круг граждан. Это работники судов, прокуратуры, правоохранительных органов, СБУ, таможенные службы, депутаты Верховной Рады, чиновники государственной службы. Обычный человек может получить разрешение на травматическое оружие только в ограниченных случаях, если он является журналистом, а также если он участвует в уголовном судопроизводстве. Исключений в этом опросе быть не может. Для получения разрешения на травматическое оружие необходимо собрать пакет документов, в частности, заполненная заявка-карточка, медицинская справка об отсутствии противопоказаний, рапорт участкового об обследовании места жительства, справка об отсутствии судимости, ходатайство, заполненное на имя начальника выдачи разрешения, квитанция об оплате. Кроме того, при выдаче разрешения на травматическое оружие с владельцем заключается договор гражданской ответственности. Тем, кто не имеет привычки работать именно с пистолетом Макарова, выбор оружия сегодня очень велик. От миниатюрных моделей до боевых моделей любых размеров. Действительно нога ударится об этом. Еще раз покажи, Артем, сейчас лучше видно. Ага, доска, видим, газеты, пачка и куртка. Кого? А? Че? Че, кого? Че, страшно, да? Страшно? Ээээ, ты че, дядя? Нормально. Ты по доске ударил, не бей ниже. Около, около, здесь, на путь, по сетку. Не, нормально, ощутимо просто. Держится, в принципе. Нормально. Представляете, какой патрон? Вот он, пистолет в сборе. Это патрон. На камеру, пожалуйста. Кстати, на него попала капля. Это плохо. Тут у нас пьезоэлектричество. Да, Артем? Да, да. Поэтому... Слушай, ну, вазерный целеуказатель. Работает налитивая батарея. Поэтому нам никакая влага лишняя не нужна здесь. Ибо патрон зажигается от искры. Пистолет показал себя отлично на испытаниях при бутылках шампанского и ДСП, и досок цельных. Сейчас я еще раз прыгаю. Итак, мы приступаем. Испытуемый будет находиться в двух метрах от конца ствола. Так, хотя торопитесь. Видно руку? Да, видно руку. Так, это не шутка. Все. Расстояние, Артем. В норме? Да. Артем, ты камикадзе. Итак. Самурай. Я прицелю. Сейчас будет медленность. Итак, три, два, один. Впечатление. Вообще, я скажу, что сильно приждло вот эту сторону. Дайте мне молоток, пожалуйста. Дайте молоток. Вон, в пакете. Хорошо, очень ударило. Сейчас. Так. Человек, если не будет, если он человека не будет, вот такой вот, ну, позже. Вот такой вот стопки газет толстых, то даже через куртку ему придется очень хорошо собирать. Куртка, если вы не обратили внимания, с подкладом. С куртка с подкладом, к тому же. Блядь. Подождите, руки трясутся. В общем, это было примерно, я не знаю. Камеру не закрывает. Чем-то рано. То есть, если бы не газеты, было бы намного хуже. Артем. Если бы не газеты, мне бы приждло очень много. Артем, болевой эффект сильнее, чем ударом молотка, когда я тебя бил. Ну, ударом молотка он просто как тупо ударяет, а это еще и прижигает. А энергия, то есть, какая энергия была мощнее, от молотка или от пули? Да нет, у них энергия похожая, они же бьют сильно. Просто факт в том, что она еще прижигает свои пулей. Понятно. Даже через газеты. С нами телесными сравнимо, ногой, рукой. Если без газеты будет, то хорошо будет. Все равно, что я заехал со всей дури кулаком в расслабленный те животные. Ты был расслаблен или собран? Я просто стоял, ну, так, немного в напряжении, все вот так. Понятно. Ну, а кстати, если будут твердые ткани, если будет грудь, солнечное сплетение, ребро, то мало не покажется, думая даже через газету. Ну, ударит, потерплю, но будет очень болезненно. И так, отстрел по Ваньке. Тишина, тишина. Стреляют по мне. Я абсолютно добровольно на это подписываюсь. Расстояние, ну, вот отсюда, вот до бетонной фигни метров 5. Прошу в студию Чейшем, я заставили в него стрельно. Боеприпас на 35, не тюнингованный ни Макарыч, ни боеприпас. Навеску не проверял, поэтому конкретно не скажу, Ромыч, держи, снимаешь вот с этой позиции. Ой, блин. Че, уже снимаешь? Еще и по животу. Давай, блин! Абсолютная фигня, ничего не почувствовал. И тут он упал, блин. Е-мое, я оглушила. Останавливай. Значит, показываю. Куртку пробило. Без подкладки. Подкладка не пробила. Да. Но она не плотно прилегала к телу, поэтому фиг... Мама. Останавливай. В предыдущем случае, покажи. Осталась вот такая пулька, вообще ни черта не почувствовала. Но куртка не прилегала к телу. Теперь руки попробую, высоко не поднимай. Ближе подойдет. Это нормально. Ой, нормально. Уху! Значит, ощущение слабое касание. Собственно, вы видите, я живой хожу. Я сейчас подойду и морду ему набью. Просто-напросто. Кожаная куртка с слабым боеприпасом 35, практически. Слабым боеприпасом 35, это не оружие. Да. Стреляем 50-джоульным патроном, не тюнингованным, навеска не проверена. Расстояние большое. Покажу Роману, где я буду стоять, а где будет стоять он. Нормально. Давай, Макс. Ну, отойдите. Дубль номер два. Пробовать в толстом свитере, сверху джемпер, чтобы не портить свитер, он мне дорог. На мне еще рубашка и довольно толстая футболка. Для футболки толстая. Пробую без кожаной куртки, расстояние 7 метров 35-джоульный патрон. Если буду громко материться, просьба простить. Момент волнительный и душесчипательный. А, блядь! Сука! Ты куда метишься-то? Куда попал? Козлина, блядь, почти по яйцам. Слушай, ниже забирай. У-у-у, блин! Поднизу забирай. У-у-у, блин! У-у-у, блин, покажи я это в порядке или нет. Браза, гаси! Значит, что получилось? Я отошел немножко. Попали в подбрюши. Значит, пробили джемпер. Пробит. Толстый. Сами видите, свитер. Сейчас найду дырку. Вот, вот дырка. Блин, хороший свитер был. Ну, хорошо, не в центр. Толстые джинсы. Зимние. И я чувствую, там будут... Трусы полосатые. Две штуки. Да, тут еще рубашка заправлена. Футболка. Ёкарный бабай. Покажи ближе. Чтоб все боялись. Короче, я теперь уверен в своем оружии. Продолжение следует...